Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Танасен. Задание 170. Из вершины B треугольника ABC. Давайте сразу изобразим этот треугольник ABC. Сторона AC, которого лежит в плоскости альфа. Запишем. AC лежит в плоскости альфа. Изобразим эту плоскость альфа. Так вот, из вершины B проведен к этой плоскости перпендикуляр BB1. BB1 перпендикулярно альфа. Изобразим этот перпендикуляр BB1. Нам нужно найти расстояние точки B до прямой AC и до плоскости альфа. А если AB равно 2 см, угол BAC 150 градусов, а двугранный угол BAC B1 равен 45 градусам. А нам нужно найти расстояние точки B до прямой AC. Расстояние от точки до прямой – это длина перпендикуляра, опущенного из точки на эту прямую. Тогда проведем перпендикуляр BH. Вот запишем, что BH перпендикулярно AC, проведем этот перпендикуляр. И вот это и будет расстояние от точки до прямой. Значит, нам нужно найти BH и расстояние от точки B до плоскости альфа. А вот расстояние от точки до плоскости будет перпендикуляр BB1. Итак, первое. Поскольку BH – это перпендикуляр, давайте запишем, что BH… Ну, по условию это мы просто запишем условие. Из этого следует, что треугольник АБАЖ прямоугольный. И в нем АБ – это гипотенуза, АБАЖ – это катет. Тогда мы можем воспользоваться синусом угла BAC или BAH, что одно и то же. ААЖ и АЦ – это одна прямая. Для того, чтобы найти искомый катет BH. Итак, синус BH равен отношению противолежащего катета к гипотенузе. Отсюда BH будет равно АБ умножить на синус BH. Ну, BH, BH, C по условию это 150 градусов. Тогда это будет равно АБ – это 2 сантиметра. Синус 150 градусов по формулам приведения. Это все равно, что синус 30 градусов. Тогда это будет равно 2 умножить на 1 вторую. Это будет единица 1 сантиметр. Это наш первый ответ. Второе. Теперь мы соединим точки H и B1 и рассмотрим вот такую ситуацию. По условию BB1 – это перпендикуляр к плоскости альфа. Тогда BH наклонная плоскости альфа наклонная к альфа. А отрезок HB1 – это проекция наклонной на плоскость альфа. Теперь мы рассмотрим прямую АС. Прямая АС проходит через точку H, через основание наклонной. Тогда мы можем применить теорему, обратную теорему у трех перпендикуляров. Если прямая перпендикулярна наклонной BH, у нас перпендикулярно мы это записали в условии, то отсюда следует, что прямая перпендикулярна и проекция этой наклонной HB1. В скубочках запишем по обратной теореме о трех перпендикулярах. Что тогда из этого следует? Отсюда следует. Итак, мы имеем BH перпендикулярно АС и BH1H тоже перпендикулярно АС. Мы только что это доказали. Тогда отсюда следует, что угол BHB1 – это угол, составленный из двух перпендикуляров к ребру двугранного угла, следовательно, этот угол является линейным углом, углом двугранного угла ВАЦБ1, а это значит, что угол BHB1 и равен 45 градусам. А вот теперь мы рассмотрим треугольник. Треугольник BHB1 – это треугольник прямоугольный, в нем угол ВАЦБ1 прямой. BH – это гипотенуза, HB1 и BB1 – это катеты. Тогда нам угол BHB1 известен. Тогда мы можем записать синус угла BHB1. он будет равен отношению противолежащего катета BHB1 к гипотенузе BH. Отсюда BB1 будет равно BH на синус BHB1, то есть синус 45 градусов. BH у нас равно, мы нашли в первом, это единица умножить на синус 45 градусов. Это корень из 2 на 2, получаем просто корень из 2 на 2 сантиметров. И это есть наш искомый перпендикуляр ББ1. Давайте запишем ответ. Нам нужно было найти BH – это 1 сантиметр. И BB1 – это корень из 2 на 2 сантиметров. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.